всем добрая предрождественская утро вернее еще ночь из 15 4 утра или ночью короче скоро начнется утро крутим пятака уже в порту лейпая там погрузка танкера он идет по полной и ночью и танкера сухо груза как это правильно называется все закончилось наше путешествие опять спускаемся на землю вот и все пятака крутанули на ровном месте видит зал бы шеф его как он пятаки крутит резину рует жены же двадцаткой или с двухсоткой на какой двухсотка тут побольше шварту имся а тот почему-то вот передом стоит загнал поленился пятака крутить вот соседний паром чайки сразу же мало ли что-нибудь покушать видно себя стих паромов еда сыпется вокруг кружат я вчера одну в море видел загуглил до ближайшего берега как пешком до луны а она чё там летала вокруг нас мы самом низу поэтому нам спешить некуда да и вообще спешить некуда сейчас 5 утра по москве нас наш у нас на 6 по москве броня так что на тринадцать часов доехать правда пойдем там уже с нарушением границу проходить но ничего страшного по-другому никак но это потом сейчас будем швартоваться и выгружаться потихоньку хватит уже море болтаться как кое-что в проруби пора на землю твердую ступать вот а какая-то мерзкая то ли снег то ли дочь сверху сыпется изобразие какой все пошли палубу уже сказали открытый а этот наверно действительно на рождество на прикол стал такой же самый стена line пойдем наш трюм будем собираться потемкинская лестница вниз ладу пока наверх чуть поднялся думал сердце остановится выпрямить за ним на этих ступеньках в этом районе лифт правда есть лифтом слишком просто сейчас надо опять подняться и потом еще спуститься сильно забили не сильно пока тут маневры туда-сюда поговорил он парнем который здесь руководит парадом за все успели поговорить за политику за все все дела обсудили они сейчас сегодня получается 24 у нас 26 на 27 в ночь уходит сейчас они в выходной у них типа рождество и горит нормально 31 вечером приходим тоже на рождество ну а на новый год уже ну а мы сейчас что вывод приедет за раз террас за раз террас по-польски за раз по белорусски наш лифт заберет нас поднимет выезжаем заполним дозвол дороги у нас оплачены и поедем а за территорию только выйдем прикольно так на лифте покататься на грузовом вещи все разложу переоденемся подстанавливается Поехали вверх. Опа! Круто! Перебором. Дал отмачку. Морское путешествие закончено. Но и в этом году точно уже все. Не бойтесь, не бойтесь. Время по местному без десяти пять. Пятьдесят минут считается выгружались. Ну понятно, мы самые крайние. Можня. Здравствуйте! С наступающим! Поехали! 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 Поехали в таблице. Дозвол заполнить, еще не успел просто. Сюда заезжал, сейчас вот здесь. А, плитка! На крышу такая. Да, сейчас вот здесь же можно притормолиться? Все, спасибо. Поляки уже оштрафовали. Я вам скажу так. Почему? Потому что мы въехали с незаполненным дозволом. Хотя, когда сидел, надо было заполнить, значит, а я это... Нормально. Поляки это не латыши. Латыши, вернее, это не поляки. Все, сейчас мы все заполним и поедем. Добро пожаловать в Латвию! Вот она прям в Латвии играет. Надо сейчас встать здесь. Этот. Казахи тут что-то. Литовский сразу дозвол заполнил. Все уже, чтобы быть готовым. Все, поехали. Вот так скажу, вот этот парон, который сейчас самая удобная, вот из всех кают. Держитесь в повороте, поверните направо. Здесь самая просторная. И душ более просторный. В общем, нету как бы именно кают, а здесь самые классные. Вот из всех пока что доводилось. Больше всех мне не понравилось на Теталайне. Хотя там был и один, но там узенько, без телевизора. Ну, в общем, довольно-таки примитивненько так. Ну, хотя с другой стороны, что там? Что там, в принципе? День просидел. Где-нибудь там, за столиком, за стойкой. Вечером пришел. Лег спать. Ну, так-то удобнее, что включил телевизор, лежи и посмотреть. Я вчера фильм посмотрел перед сном. Коллега мой спал. В Эстонии. Так, кормежка так себе. Ну, на других было получше. Так, что-то не очень. Может, попалась такая. Это там. Сердитая. Фройлен. Там, которая раздавала такая. Вечно недовольная какая-то. Не знаю. Ну, там не одна. Где нормальная? Одна такая какая-то. На всех шипела там. Поверните налево. А так, в общем-то, все нормально. Получается, мы... Так, ну, пришли мы... Так, в 5 по Москве, вышли в 2. Используйте поворот направо. На следующем повороте налево. Так, Клайпида. Рика, Клайпида. Клайпида нам налево. Нам налево. Ну, справа-то, вправо-то через центр. Но мы поедем по указателям. Сейчас мы идем на Клайпиду. И уже с Клайпиды напрямую на Каменный Лог. Граница у нас Каменный Лог. Сейчас время 20 минут седьмого по Москве. Бронь у нас по Москве с 6 до 7 вечера. На границу. Уже будем, да, границу проходить с нарушением. Однозначно. В 15 часов мы не вложимся. Но почему-то... Но другой брони, во-первых, не было. А во-вторых... Ну, вообще-то... Мне говорили, что мы приходим в 7 утра. Мы пришли в 4. Короче, нам 12 часов. 450 километров надо проехать. Потихонечку, не напрягаясь, не торопясь. Направо через 50 метров поверните налево. Силипая спит еще. Перепроложить. Я думаю, что, наверное, надо было ехать туда направо. Тоже спокойно. Ладно. Едем по указателям. Так, латышский дозвол заполнен. Литовский тоже. Единственное, что на границе надо будет восстановиться. Время вписать. Литовском надо время пересечения границей. Тут недалеко. Тут 100 километров до Клайпеды. Сука тут до границы, может, километров 60. Тормознемся там, запишем. Это не проблема. И думаю, и немножко надо будет какой-то полтинник заехать, заправиться. Но это мы в Литве заправимся. Как бы топливо доехать хватает. Все без проблем. Но дело в том, что у нас автономка, когда меньше 100 литров, она почему-то не хочет работать. А получается, если сейчас по моему расходу, у меня, к примеру, продукция, у меня литров 70. А без автономки, ну, все равно. Не есть хорошо, поэтому где-то полтос мы заедем линем. На всякие пожарные. Было бы лето, так бы не делал, конечно. Нафиг оно надо. Сэкономили бы. А уже сейчас без автономки, в любом случае, сейчас плюс 5, я думаю, в Каменном у нас уже где-то будет в районе плюс 1, 0. Никс гуд. Без автономки будет слегка некомфортно ожидать. Дождь идет. Резко поверните направо. На следующем повороте резко поверните направо. Так, надо. Не надо тут резко направо. Дальше едем. Перепроложить. Ну, переброложить. Поехали я тебе ночную лепая покажу. Проедите 1,2 километра. Думаю, вдоль порта получается. Мура с левой стороны. Все, там тушь тащился совсем какой-то нехороший. Вот, Рига прямо. С Риги мы приехали в прошлый раз. А Клайпеда направо. Получается, мы центр немножко объехали. Сейчас все равно в город заезжаем. Завтра Рождество католическое. Люди готовятся. Видите, все паромы ходить не будут. Это хоть 26-го. Вот только вот ночь на 26-ое выходит. Клайпедовский. И вот только 26-го будет в Трелеборге грузиться. Тоже на Рождество люди уходят. Так что мы вовремя, можно сказать, вскочили в последний вагон уходящего поезда. Так бы до 26-го тут бичевали бы там в этом порту. Трелеборге грузиться. Трелеборге. Субтитры сделал DimaTorzok 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 что грузовикам по прямой нельзя а нет светится над полосой вон нельзя так нельзя наверное весовая а может и нет 30 давайте 30 проедем да да вот прям перед мостом весовая если бы нас на контроль сейчас бы здесь загорелась бы пожалуйста алексей николаевич на право транспорту контроль так как ничего нет я сильно сомневаюсь что без 10 7 утра вновь перед рождеством 24 декабря кто-то работает поэтому можно спокойно топтать ни разу здесь не попадал но парни здесь андрюха мой бывший напарник с предыдущей конторы здесь скажу так вопроса решал признаюсь честно тормознемся на минутку надо заправляться не здесь будем нет заправляться нам в другом месте до заправляться здесь немножко по другой причине есть тут где пулы и засунуть есть спешить нам некуда причем абсолютно коллега без печки спит сразу видно окна заплатившие смотри вам не видно мне видно наконец-то рассвело дождались вот наша заправка с правой стороны какая-то маленькая как сказали самое дешевое здесь топлива заедем заодно и паузу сделаем я так понимаю ресторан здесь закрыт да вот смотрите дизель 0 95 даже евро не стоит под и к в не под и кого вот точно даже с цены евро нет посмотрим я бы конечно чего-нибудь бы пошел выкруть супчик а вы завалил вы с огромнейшим удовольствием давно уже жидкого не кушал но походу что здесь ничего не работает тогда наверно заедем заправимся в общем то посмотрю может там вот сюда можно он переехать у за и стать паузу открутить вроде пора мне не бежим расход поднял уже на пол-литра от лейпая вот сюда сейчас уже между кауна сам и вильнюсом находимся 104 километра до границы дождь и такой ветер в лоб а вообще ехать не хочет всем дикое желание выскочить и толкнуть ее сзади и все и расход смотришь на моментальный дак аж волосы шевелятся такое чувство не 14 то на 30 тачишь ну и соответственно этот уже пошел общий который читал от еду тут к мысля закралась а может мы сейчас на границу приедем на скольске стей езжайте вы не надо ждать пяти часов вечера потому что сейчас еще только без двадцати час к двум мы будем на месте нет без двадцати двенадцать по литовскому так это еще четыре часа придется стоять машин вообще мало мало и сейчас хоть что-то появилось а вот там между клайпеда и каунаса вообще никого никто не работает во-первых ковид этот во вторых это перед рождеством тут хоть что-то пару грузовиков встретилась вот маленькие одна на так периодически идут а там так вообще полная глухомания никого правильно народ к рождеству от месяца брат погод совсем не рождественская саре плюс один дождь ветер мерзость мерзость из мерзости сзади никого как лодка подводная как этот как паром это тоже так воду разбивал реже на границу вот так калининградские парни еще попадаются домой идут а так никого на дорогах а вот вам и алкоконтроль наверно не пахнулись что видите меня грузовик нет решили не трогать какой-то контроль проводит передвижение может еще чего и с этой стороны ловите всех подряд я это уже и вот сейчас как это городок проезжал и смотри в городе такое вот там и на въезде и подписку и в самом городе считаю не какой-то здесь может это связи с коридом я вообще думаю что это этот алкоконтроль сейчас всем подряд трубку дают но нет это вот уже можно сказать вильнюс вон он уже там за двумя поворотами практически мы в нем дождь вообще не прекращается похода в общем мерзи омерзительнейшие зима 24 закабря оболни да он ведь указатель вильнюс здравствуйте столица литвы все осталось нам только литовскую столицу пробежать и мы почти прибыли на границу может там все таки не будет никого как вы думаете так не хочется 4 часа стоять за это время можно границу пройти все все хорошо и до дома доехать туда до минска до 150 километров от границы ну посмотрим через полчасика узнаем ехать до 30 километров нам уже засталось а а погодка шикардо за такую погоду сапогах по лужам бегать за ней рождество отмечать нет то здесь 50 километров в час шуты но придумывала 70 есть да а 50 тут нету завтра вообще пусто будет все будут как это рождественский пирог кушать надо здесь надо пропустить 34 это уже до самой границы даже меньшими 32 уже до перехода выдает до отстойника и того меньше но и с этой стороны вильнюса он сколько мигалок всяких разных увидите 176 километров минск 25 до границами сто пятьдесят верст от границы до дома два часа ходу тоже этот ну да на въезде тут она как с той стороны толпа стоит чего не тут проверяют непонятно ну что-то проверяют и плохо их тут полиция ну а мы погнали на границу мониторить обстановку что-то я че-то не понял это че уже восстойник колейка или что я че не понял это че уже восстойник колейка или что я че не понял надо пойти спросить вообще что это за цирк такой что пацаны едут а че это за колейка а че это за колейка в отстойник или что это такое да а если броню делать броню через четыре часа да прикольно значит получается отстойник битком пойду разузнаю впереди у коллег короче я сходил спросил у меня брон через четыре часа говорит все езжай спокойно вот 17 00 бро начинать 17 можешь уже выезжать туда мне 17 до 18 заезд на границу все заезжаешь к ним отмечаешься и тут же пошел на границу но мне так сказали мимо колейки а как оно на самом деле фиг его знает говорят 36 часов там стоять надо прикиньте это хорошо что забронировали так бы я тут бы пролит бы так не по детски ну посмотрим ну четыре часа придется здесь потолкаемся в колее как со всеми вместе в пять по местному поеду туда а что будет из этого всего посмотрим я время без десяти шесть то есть без десяти пять вот как раз машинка сзади идет он тут по рации кричит что он идет по броне сейчас мы ему на хвост приземлимся потому что у нас здесь и через 10 минут у нас тоже бронь вот он пошел гиртека и мы за ним 6 километров впереди еще колейка представляете вы километра полтора продергался я мы как раз сейчас ему на хвост и он надо там куда заходить не надо так шесть километров еще сказали я здесь впереди до отстойника самку гуляли у вас блять наложили их звонить не зато расшел сюда по 5 часов иду по броне если что могу показать новоречь вторая машина тоже пять часов бронь ими в в в в в в в в в Взлет в Санкт-Петербург Бариж. Ребята, могу показать. Нужно раз ехать с народом. Там две машины не застроены. Обходите. В заливе место. Метров 500. Разъезжаемся потихоньку. Все-таки как хорошо, что у нас это броню удалось нам взять. Вы смотрите, что творится. Здесь 6 километров. Вы в Адстонике говорят 36 часов стоять надо. Что ты пимкаешь? Я тоже... Официально объезжаю колейку. Официально объезжаю колейку. Идите там, где на взрыв. Поби пик. Эти пацаны не стесняются. Кои-то веки. Взрыв. 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 Ребята, на речке. Взрыв. 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 На речке. Взрыв. 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 калейки нельзя быстро лицить мало кто выскочит то что это спящих объезжает кто на паузу становится конца и крайне видно вон уже фонарик там отстойник да кроме штук хорошим но везде было все забитые вот случайно оказалось седьмой на 1700 свободно чисто случайно а а а а а а а а Поехали, не заезжали, выходили, отмечали, и мы ехали. Я спрошу, может, получится так. Пойду и я спрошу. Всё, не надо никуда заезжать. Погнали на границу. Какая классная штука бронь. Что заклинило? Представляет, там мы бы только, я думаю, сейчас бы пришлось на паузу через часа, через три становиться. Только завтра к вечеру бы заехал сюда, потом здесь бы отстоял. Даже никто не поможет. К воскресенью только в лучшем случае отсюда бы выехал. Я передостойником. А так, слава богу, всё, едем на границу. Нас отметили. Теперь осталось только оформиться. Какая-то гадость так и продолжает. Но больше на дочь похоже. Слепот за. Слепот за. Слепот за. Слепот за. Слепот за. Ну, а, Машка, мы уже прибыли в конечный пункт. Вот она граница. В. Грузовики. Сюда. Куда тут грузовики? В какой тут ряд? Охрен его знает. Это еще не сам въезд, а вон на въезд уже стоят, еще стоят даже здесь. А ну да, вон стоят на въезд. Все, становимся. Короче, время 17.00. Потому что глава открытый, можно заезжать. Начинаем, ну уже берем по-белорусскому, 18.00. Начинаем проход, здесь на заезд к литовцам машин. Машин 7 стоит. Что-то не пойму я, вот этого автовоза почему-то по границ развернул. Что-то он к нему сходил. И он его развернул. А почему? Может он без этой, без регистрации заехал? Без колейки? Не исключено. Они же там пробивают, через этот, без накопителя заехал сюда. Может быть. Потому что, ну что ему другой, какой смысл? Хотя, автовоз и только одна машинка. Ну, мы вот заезжаем. Правда, осталось уже времени рабочего. Часа полтора, наверное. Ну, уже как есть, тут уже без вариантов. Бронь пропускать нельзя. Сами видели, что творилось. Поэтому будем заезжать и будем проходить. Сейчас на пересменку, понятно, нарвемся. Все как положено. Вот, добрались до навеса. Вот здесь сейчас у литовцев будем оформляться. Пересменка уже прошла. Уже пошла переработка. Уже сделали распечатку. Все как положено. Все по фэншую. Там видно у белорусов пересменка. Что-то не выпускают. Что эти машинки уже оформились. Видно там все. Переезд к белорусам, нейтралка. Она тут как и небольшая, но видно забита. Поэтому сидим, ждем пока. А время уже... Время уже... 9 по Москве. Ну, читайте. Вот в 6 я сюда приехал. 3 часа уже. О как. Все. Беларусь Рождество празднует. Вот как котлетовца выехал. Как стал. Полтора часа. Вообще без движения. Хотя пересменка уже давным-давно закончилась. Вот на одну машину продвижка. Через полтора часа. Следующая еще через полтора часа. Переработка уже... Ужас. Братья киргизы. Киргизы. Да, венцы машинки слямзили. Везут в Бишкек, наверное. О, кошмар. Вот вам и приехал. Время и скок. Уже почти 6 часов. Не могу литовцев пройти с учетом того, что приехал прямо на границу. Нет, ни одну машину. Еще одну решили запустить. Да не может быть такого. Перекурить вышли. Решили пару машин и запустить. Вот такие у нас тут бдения. Я думал, часа за три. Ну, максимум за четыре. Я полностью всю границу пройду. Пройдешь тут. Ну вот. Ровно 2 часа ночи. И мы выехали. Короче, все это дело у нас заняло восемь часов. Мне говорят, у белорусов что-то туда пять. Ну, как всегда, эти компьютеры, они постоянно почему-то зависают. По итогу получилось. Так-то вроде ничего. Мы полтора часа простояли вообще без движения. В сторону. А сейчас потом вот пошло тут раз-раз-раз. Ну. Короче, рабочий момент. Все. Два часа ночи. Понятно, что у нас уже жесточайшая переработка. Паркинг. Прямо тут, вон, люди стоят. Я не знаю. Так, надо заправляться. Что тут еще надо? Да дофига чего надо. Но никакого желания сегодня уже что-то делать нет. Надо было сюда заехать, наверное, и здесь становиться. Внутрь. Остановка запрещена. Но тут есть эта заправка. Поехали на нее. Завтра еще белтолс хотеть проверить. В общем, все. Срочно поехали спать. Что-то так спать охота. Набил нефтехим тут слева, справа. Сейчас где-нибудь притулимся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.